Привет. Сегодняшнее наше путешествие мы начнем от станции метро Кунцевская. Вскоре после завершения строительства третьей одноименной станции на большой кольцевой линии метро, здесь появится большой транспортно-пересадочный узел, который свяжет три станции метро и станцию Кунцевская первого московского центрального диаметра. Ну а наше путешествие будет, как всегда, пролегать по московским улицам. Поехали. Справа начинается Суворовский парк, входящий в состав Филикунцевского лесопарка, лежащего от Крылатского до аэрокосмического центра имени Хруничева. Отличное место для прогулок круглый год. Рекомендую. А сразу за парком, между Рублевским шоссе и Москва-рекой лежит микрорайон Филикунцева-2, входящий в состав района Кунцева, а не Крылатское, как считают многие. На карте 1968 года здесь был квартал жилых домов, военный городок, его снесли в конце 1986 года и начали современную застройку. В районе есть примечательный дом, номер 20, корпус 1 по Рублевскому шоссе, часть дома серьезно пострадала в декабре 1997 года. По слухам, в результате несанкционированной перепланировки. В настоящее время часть подъезда выселена, официально 15 квартир, по торцу дома сняты наружные плиты теплоизоляции дома для снижения нагрузки, на балконах и внутри квартир установлены двутавровые балки, создающие единую пространственную ферму сверху донизу, снаружи на первых трех этажах установлен угловой крепеж, проводится мониторинг усадки. Скорее всего, эта часть дома так и останется нежилой. Впереди, открытые 4 ноября 2017 года, автомобильная эстакада через Крылатскую улицу, на которую мы и выезжаем. Улица получила свое название 22 октября 1979 года по старинному селу Крылатское. Является продолжением Ярцевской улицы, проходит от Рублевского шоссе на северо-восток до транспортной развязки со Островной улицей и Крылатским мостом через Москва-реку, соединяющим Крылатскую улицу со улицей Нижней Мневники. Перед нами новый Крылатский мост через Москва-реку. Он был открыт 2 июля 2018 года в рамках создания северо-западной хорды, соединяет Крылатскую улицу и улицу Нижней Мневники. В обратном направлении движение осуществляется по Крылатскому мосту, открытому в 1984 году. Деревня Мневники, после постройки в 1937 году Карамышевского гидроузла, оказалась на острове и получила название поселок Нижней Мневники. В 1965 году центральная улица поселка, переставшая соответствовать своему названию, была переименована в улицу Нижней Мневники. На ней мы и оказались, но рассказать в большей мере хотелось бы о самом искусственном острове, Мневниковской пойме. Искусственный остров, образовавшийся после спрямления русла реки Москвы у основания Мневниковской излучины, входит в состав природно-исторического парка Москворецкий. Значительная часть ее занята постройками и коммуникациями, здесь находится автобазом из телефонстроя, бывший поселок Главмострое, бывший совхоз, конюшня, различные гидросооружения, несколько водоемов и поля. В юго-восточной части темневниковской поймы протянулась широкая полоса рогозовых и осоковых болот с участками открытой воды. По окраинам эти болота заросли ивой, осиной, березой и кленом, во многих местах вода переходит в заболоченные качкарники. С юго-запада в пределы водно-болотного комплекса вдается узкая возвышенная полоса с зарослями малины и крапивы. Этот своеобразный природный комплекс заселен десятками видов луговых и околоводных животных. Здесь можно найти множество дикорастущих растений, встретить редких насекомых, занесенных в Красную книгу Москвы. В последние годы началась активная застройка острова, в том числе строятся две станции метро. Историческая застройка, в виде деревни Терехова с садами и огородами, практически полностью уничтожена. Справа можно увидеть площадку для размещения военнослужащих и тяжелой техники для проведения парада в День Победы, перенесенную сюда после застройки Ходынского поля. А мы въезжаем на новый Карамышевский мост, пятипролетный автомобильный металлический балочный мост через шлюз номер 9 канала имени Москвы, открытый 29 ноября 2019 года в составе Северо-Западной Хорды. И далее оказываемся на улице Народного ополчения. Про эту часть Северо-Западной Хорды я уже рассказывал. Ссылка на видео будет в описании. Впереди вечный затор перед Ленинградским проспектом. Но выход есть, направо, в Жук, и мы попадаем на песчаный переулок. Местность, по которой проходит переулок, имеет древнюю историю. Ранее здесь находилось подмосковное село Всевсвятское. В 1608 году во время войны с Лжедмитрием II в селе стояли лагерем войска царского воевода Скопина-Шуйского. В районе современного песчаного переулка князем Скопиным-Шуйским был основан княжий двор. После отступления правительственной армии самозванец ненадолго занял село. По преданию, перед бегством уже Дмитрий II зарыл на княжьем двору свои сокровища. Са песчаного переулка мы попадаем на песчаную улицу. Своё название улицы получила в 19 веке по характеру грунта, как и ряд других улиц и переулков села Всевсвятского. До революции носила название как песочая улица, так и песочный переулок. С 7 июня 1922 года улица носит официальное название Песчаная улица. А прямо перед нами дом 71 корпус Б по Ленинградскому проспекту, сквозь арку которого Песчаная улица и выходит в проспекту. Дом построен в 1953 году. Ленинградский проспект во всей своей антикрасе является самой широкой улицей в Москве, до 120 метров шириной, ужас который надо стереть с карты города. Разворачиваемся через паркинг, дешево и сердито. И в переулке района аэропорт. Улица Серегина названа в 1968 году в память о москвиче, героя Советского Союза Владимире Сергеевича Серегине, участники Великой Отечественной войны, летчики-испытателя, погибшим в авиационной катастрофе вместе с Гагариным во время тренировочного полета 27 марта 1968 года. На улице находится корпуса военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, которую после войны окончил Серегин. Улица возникла в в 19 веке Коктейлевский переулок, по фамилии одного из землевладельцев. Может показаться, что впереди просто круговое движение, но это не просто круговое движение, а круговое движение вокруг обелиска пятиводная звезда гусара. Весьма занимательный обелиск, почему здесь поставили не совсем понятно. В народе зовется поручик Ржевский. А впереди Старый Петровско-Разумовский проезд, получивший свое название в 19 веке по расположению в местности Петровско-Разумовская. Так и не переименовали, случается же. Перекресток проезда и улицы 8 марта. Путем объединения улиц главная, по относительному значению среди соседних, и Николаевская, предположительно, по фамилии домовладельца, в 1956 году была образована улица Юмнатов, по находившейся здесь станции юных натуралистов, на которую мы и свернули. Свернули на улицу, не на станцию. А оказались мы здесь, потому что самое время менять резину. Зима близко. Спасибо за просмотр. Не тяните с заменой резины, оставляйте ваши комментарии, и про резину тоже, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok